У нас, наверное, не только у нас в России, а вообще и в мире, наверное, был тот мальчишка, который не хотел бы стать пилотом, вне зависимости от того, это вертолет, это самолет, лучше, конечно, стать космонавтом. Очень хорошо, что на территории Московской области получил старт вот этот вот грандиозный, я не побоюсь этого слова, проект. И старт не пустой, у нас очень много, к сожалению, заложено камней, очень много стартапов, но дело стоит на месте. Здесь же ситуация обратная, дело очень активно движется вперед, практически с авиационной скоростью, потому что вертолет все-таки имеет средние скоростные характеристики. И Александр, конечно, очень многое делает для того, чтобы вертолетное движение в России получило новое искорение. Не нужно, наверное, много рассказывать про то, как вертолетное движение развивается. Все вы прекрасно видите, что в небе, над Москвой, если еще не тесно для вертолетов, но движение уже достаточно активное. И, что самое важное, люди понимают доступность вертолетного сообщения. Цены снижаются, к сожалению, не такие низкие, как хотелось бы и какими могли бы быть. Но думаю, что и конкуренция, и повышение предложения цены значительно снизят. Также немаловажно это высокотехнологичные рабочие места. Очень хорошо, что возвращается такая специальность, как вертолетчик. И это не только военная специальность, а специальность гражданская, направленная как раз на развитие новых технологий, на развитие скорости коммуникации. Хочу в очередной раз пожелать удачи. Конечно, с удовольствием посещу очередную пресс-конференцию, посвященную очередному достижению Хелепарда. В новые региональные нормы градостроительного проектирования, которые вступят в действие с июля месяца, внесено обязательные требования о размещении вертолетных площадок во всех местах с массовым прибиванием людей, в медицинских учреждениях, также вдоль основных магистралей. Но, видимо, необходимо вести более настойчивую организационную работу, потому что, к сожалению, многие главы не понимают перспективность этого направления. И, конечно же, повторюсь, что вертолет в любом случае не станет никогда средством массового перемещения людей, но, тем не менее, очень здорово отталкивает и владельцев вертолетов, и пассажиров то, что приходится приземляться в приспособленных условиях. Это значит, где-то в поле, и приходится, если не дай бог там дождь, конечно, не совсем в комфортных условиях пересаживаться либо в машину, либо добираться до места назначения. И вот как раз задача правительства реализовать схему размещения вертолетных площадок, в том числе и за счет средств бюджета, в том числе и на инвестиционных объектах, в том числе и на транспортных объектах. Конечно, такая вот задача, которую должны выполнять все. И вот здесь, наверное, в меньшей степени мы можем использовать возможности Александра Крусталева. Это задача все-таки в Ордане Госпласти. С левой стороны площадка 100 на 100, заасфальтированная, в которой есть дорожка. Вот это минимальнейшее требование. По большому счету, ну, большего пока и не нужно. А вот как раз хелепорты с аэроинвигационным оборудованием – это сооружения, о которых мы пока речи даже не ведем. То есть, вот как бы помягче выразиться, у нас многим муниципальным руководителям все, что нужно, это просто оторвать штаны от стула. Для того, чтобы вертолетные площадки в нужном количестве появились. Вертолет настолько неприхотлив к условиям приземления, что можно, наверное, другим транспортным средствам просто позаведовать, в том числе автомобилям. Он садится везде, но разве что не в болото. И как раз, вот я почему и говорю, что у нас муниципальные власти, если мне даже не достучаться вместе с министром транспорта, вы представляете, насколько тяжело инвесторам. Вертолетные площадки, которые позволяли бы принимать круглосуточно вертолеты, это уже вопрос завтрашнего дня, это действительно вопрос инвестиций, вопрос подключений, в том числе и к инженерным сетям. И, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы это были полноценные хелеборты. Не нужно рисовать у себя в голове оборудование Шереметьево или Домодедово. Вот мы находимся в хелеборте. По большому счету здесь временное сооружение, но здесь комфортно, здесь все технологично, здесь применены современные материалы. Более того, вертолеты могут получить в том числе необходимое обслуживание. Вот два наглядных примера, которые мы можем посмотреть на территории одного квадратного километра.